Сегодня будет очень полезный и интересный урок. Но давайте все по порядку. Итак, нам нужно сравнить два числа, два логарифма. Логарифм 3 по основанию 2 и логарифм 8 по основанию 5. Естественно, как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. На канале уже были разные способы сравнения логарифмов. Например, кому интересно, тот может посмотреть сразу три способа в одном видео по ссылке в описании. Но сейчас я вам покажу универсальный суперспособ для сравнения любых логарифмов по простой стандартной схеме. Идея решения будет заключаться в том, чтобы найти какое-нибудь число между этими логарифмами. То есть один логарифм должен быть меньше этого числа, а другой логарифм должен быть больше этого числа. Но вначале давайте отдельно оценим каждый логарифм. Начинаем, например, с логарифма 3 по основанию 2. Этот логарифм будет больше, чем логарифм 2 по основанию 2. Это естественно, так как если основание больше единицы, то в силу возрастания логарифмической функции, чем больше подлогарифмическое выражение, тем больше логарифм. И тот же самый логарифм будет меньше, чем логарифм 4 по основанию 2. То есть, как вы можете заметить, мы подобрали степени основания, то есть степени двойки, которые находятся рядом с числом 3. Тогда наш логарифм 3 по основанию 2 будет больше 1 и меньше 2. Действительно, число 4 это 2 в квадрате, двойку выносим за знак логарифма, а логарифм 2 по основанию 2 равен 1. То есть в результате получаем число 2. Итак, первый логарифм оказался больше единицы, но меньше 2. Аналогично оценим второй логарифм. Логарифм 8 по основанию 5 будет больше, чем логарифм 5 по основанию 5, но меньше, чем логарифм 25 по основанию 5. То есть под знаком логарифма слева и справа мы берем степени нашего основания. И в нашем случае нам снова подошли первая и вторая степень. А это значит второй логарифм 8 по основанию 5 оказался больше единицы, но меньше 2. И мы видим, что на первом этапе нам не повезло. То есть и один логарифм находится на промежутке от 1 до 2, и второй логарифм находится на том же самом промежутке. Вот если бы промежутки у наших логарифмов были разные, то уже на первом этапе нам бы удалось сравнить эти логарифмы. И вот теперь искусственным путем мы попробуем как-то менять эти промежутки. Самый простой способ заключается в следующем. Давайте перепишем логарифмы, которые мы сравниваем. Напомню, кто не знает, вот эта птичка означает знак сравнения, которое в процессе преобразования превратится либо в один из знаков неравенства, либо превратится в знак равенства. И вот теперь, если мы умножим обе части нашего, будем говорить, неравенства на любое положительное число, то этот знак останется без изменений. Давайте для начала умножим оба логарифма, например, на 2. Если левая и правая части снова окажутся в одних и тех же пределах, то мы будем умножать обе части вместо числа 2, например, уже на 3 и так далее. Пока не добьемся нужного результата. Но начинаем с двойки. Эту двойку давайте сразу заберем в показатель степени подлогарифмического выражения. И в результате нам нужно будет сравнивать логарифм по основанию 2 от 3 в квадрате с логарифмом по основанию 5 от 8 в квадрате. Или по-другому, в левой части мы получаем логарифм по основанию 2 числа 9, а в правой части логарифм 64 по основанию 5. И снова будем оценивать каждый из логарифмов. Первый логарифм, логарифм 9 по основанию 2, будет больше, чем логарифм по основанию 2 числа 8, но меньше, чем логарифм по основанию 2 числа 16. То есть логарифм 9 по основанию 2 будет больше 3, но действительно 8 это 2 в кубе. Тройку выносим за знак логарифма и у нас остается логарифм 2 по основанию 2, а это единица. То есть в результате получаем число 3. И этот же самый логарифм будет меньше. 16 это 2 в четвертой степени. Четверку выносим и получаем число 4. Теперь аналогично оцениваем второй логарифм. Тогда логарифм 64 по основанию 5 будет больше, чем логарифм по основанию 5 числа 25, но меньше, чем логарифм по основанию 5 числа 125. 25 это 5 в квадрате, то есть слева получаем 2, а 125 это 5 в кубе, то есть справа получаем 3. А это значит логарифм 64 по основанию 5 будет больше 2, но меньше 3. Итак, логарифм 9 по основанию 2 оказался больше 3, а число 3 оказалось больше нашего второго логарифма. То есть больше логарифма 64 по основанию 5. То есть логарифм по основанию 2 числа 9 будет больше логарифма по основанию 5 числа 64. 9 это 3 в квадрате, двойку выносим. 64 это 8 в квадрате, двойку выносим. То есть получаем 2 логарифма по основанию 2 числа 3 больше, чем 2 логарифма по основанию 5 числа 8. Делим обе части на 2 и получаем неравенство. Первый логарифм оказался больше второго. Пишем ответ. Логарифм 3 по основанию 2 оказался больше логарифма 8 по основанию 5. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Продолжение следует...